Привет-привет, мои дорогие! Как ваше настроение? Весна радует своим теплом, и мы, как обычно, отправляемся в путешествие по красивым местам нашего любимого города. Сегодня мы по традиции решили совершить прогулку по окрестностям нашего города, и первой остановкой стала невероятная выставка музыкальных инструментов. Музыкальное искусство во все времена занимало особое место в жизни казахского народа. Такие многовековые музыкальные традиции, они являются неотъемлемой частью народного творчества, которое, к слову, передается из поколения в поколение. В Центральном музее открыла свои двери грандиозная выставка, приуроченная 30-летию независимости Республики Казахстан. Данная арт-площадка продемонстрировала уникальные инструменты, пришедшие к нам из исторических эпох. Обращаясь к истории, мы узнаем, что основу музыкальной культуры казахского народа составляют как песенные, импровизационно-эпические, так и инструментальные произведения. И благодаря богатым музыкальным традициям народа произошло разделение казахской музыки на песни и инструментальные пьесы кюй, а также формировались характерные ритмические и тональные особенности народной музыки. В честь 30-летия независимости Республики Казахстан и в рамках празднования Великого Народного Праздника Наурыс в Центральном госмузее открылась выставка «Бабадан Калган Сырлы Ауен» из коллекции традиционных музыкальных инструментов. На данной выставке представлено около 30 музыкальных инструментов и аксессуаров. И надо здесь отметить, что особо выделяются мемориальные музыкальные инструменты, среди которых можно увидеть дамбру Амрика Шаубаева, одного из великих народных певцов, прославивших дамбру не только у нас в Казахстане, но и в Европе. Дамбра была сдана супругой самого Амрика Шаубаева в 1925 году в музее на хранение. Далее можно отметить дамбру Манарбека Иржанова, народного артиста КАССЭР. Она тоже была выполнена в 1925 году и передана в музей. Но, к сожалению, в учетных записях никаких интересных фактов о передаче данной дамбры не имеется. Мы можем отметить также дамбру великой непревзаведенной кляшбой Сиитовой, которая тоже представляет очень большой интерес. Дамбра была передана Биисовой Зибатан, руд свинницей, самой кляшбой Сиитовой, в 1978 году. Особую роль играет этот музыкальный инструмент, так как дамбра занимает почетное место в каждом доме казахского народа. Душа казахского народа. Дамбра, представленная своим разнообразием форм, корпуса и грифа, обусловленных особенностями школ, исполнительских традиций, токпе и щертпе. В целом музыкальные инструменты, как дамбра, кобыс, щертер, жетыген, аса-таяк, сабазг, хос-сырнай, керней, даул-пас и другие, можно разделить на следующие основные пять групп. Струнные, щипковые, духовые, ударные и язычковые. Перед вами уникальнейший предмет. На этой легендарной дамбре играла Дильда Алшамбай-Хаза, супруга великого Абая. Вы только взгляните! Инструмент поражает изяществом форм и невольно вызывает ассоциации со стройной девушкой. К слову, историки предполагают, что дамбру подарил ей сам Абай. Впрочем, музыкальные качества у Дильды начали проявляться еще с раннего детства. Значительное место в фондах Центрального государственного музея Республики занимают памятники культуры и искусства, среди которых народные музыкальные инструменты, концертные аксессуары и одежда, принадлежавшие представителям казахской интеллигенции, известным музыкантам, певцам и артистам. Здесь же мы можем отметить, кроме струнных инструментов, таких как дамбра и кобыс, мы можем отметить ударные инструменты присутствуют, присутствуют язычковые инструменты, присутствует всем такой вот очень интересный и схожие с другими народными инструментами других народов, вернее. Такой инструмент, как джетеген. Некоторые народности видят в ней гусли. Но джетеген – это семиструнный музыкальный инструмент, который выполнял тоже определенную функцию и являлся струнощипковым инструментом уже. Так, если мы говорим о дамбре, допустим, то она не всегда имеет только две струны, как мы все привыкли, да? Она может быть еще и трехструнной, причем третья струна, она вот выполняет роль такого вот, некоего ударного такого элемента. И третья струна, она обычно выполняла, не то, чтобы выполняла, но, наверное, преследовала более цель такую соблюдение ритма. Наряду с музыкальными инструментами здесь экспонируются концертные аксессуары, а также предметы изобразительного искусства. Кроме того, здесь представлены инструменты выдающихся деятелей науки и культуры Казахстана, таких как Амрека Шаубаев, Жаял Муса, Куляш Байсиитова, а также Дамракуаны Шасатпаева, самого первого президента Академии наук Казахской ССР. Несмотря на то, что работа занимала почти все его время, он находил минуты отдыха и обязательно брал Дамру в руки, иногда подпевая сам себе. Эту Дамру ему когда-то подарил товарищ по работе, и она всегда занимала почетное место в кабинете Сатпаева. В фондах музея хранятся около 200 музыкальных инструментов, но лишь часть из них представлены на выставке. Это такие инструменты, как наркобос, сасырнай, шанкобос, а также туяк, хонырау и другие. Появление наркобоса связывают с элементами врачевания, целительства, в которых участвовали шаманы Баксе. Он похож на хобос, но больше по размеру. Интересно, что его старались украсить не только перьями филина, но и серебряными бляшками, которые при игре звенели. Еще одним интересным традиционным инструментом является жетеген. Относится к щепковым и напоминает гусли или арфу, положенную напок. В старину его струны изготавливали из конского волоса, а лады для лучшего звучания делали из осыков. Выставка Бабадан-Халган-Сырлы-Аюен продемонстрировала настоящее наследие казахского народа, которое с большой любовью и трепетом хранят сотрудники музея. На этом наше путешествие не заканчивается. Увидимся через несколько секунд. Субтитры создавал DimaTorzok